на этой части я постараюсь поделиться своим опытом определенным я не смогу раскрыть вам все моменты хочу сказать самое главное что моя главная задача чтобы вы захотели в этом разобраться потому что придя в этот бизнес перед тем как прийти нужно принять решение решение это это самое важное вы должны знать ради чего вам это делать если у вас есть какая-то мечта в жизни обычно эти мечты есть маленьком возрасте да спросите у любого ребенка он знает что хочу ездить там на хорошем автомобиле хочу там путешествовать жить в хорошем доме когда мы вырастаем идем институт после института мы обычно идем работать мы думаем ну сейчас временная работа такая а потом найду работу мечты потом появляются дети какие-то кредиты вот временная квартира потом уже позже и потом чуть позже обычно люди начинают виду вот правительство виновата у всех богатых есть деньги они богатеют а вот я не в той стране я не там городе у меня не такое окружение ну и кучу отмазок которые обычно вы слышите может быть кто-то из вас говорить сам себе я вам скажу что есть люди которые в этой стране в этом городе преуспевают моя задача чтобы вы после этой встречи просто приняли решение разобраться в этом бизнесе вот и все чтобы разобраться мне лично потребовалось несколько дней но как вы поняли в индустрии я уже давно разбирался и мне нужно было посетить и большое мероприятие в киеве поэтому если вы захотите посетить это мероприятие это будет правильным решением вы по крайней мере для себя сможете увидеть большую картинку если вы примете решение после этого мероприятия и отвезете в киев уже своих партнеров но мне особенно приятно если может быть через год кто-то из вас скажет приезжал сергей мартанец и меня вот что-то щелкнуло я принял решение вот сейчас я уже на своем ну хотя бы фэнсвайне можно больше через год конечно это маловероятно но тем не менее кто знает как вы считаете влияет ли старт в бизнесе на вашу скорость влияет в основном говорят партнер те которые стартанули а кто хотел бы поделиться своим неправильным стартом есть такие и который уже осознал что все-таки что-то делал не так я знаю что многие сейчас думаю но смелости не хватает я могу поделиться но это будет сравнение если можно буквально пару слов произнока константин городе петровск я был живец 30 июля буквально недавно до этого у меня был скажем так не опыт я являлся пассивным пассивным потребителям мг у меня там был неправильный старт что я создал и эту ошибку я не пользуюсь продуктами я подключился на 200 гривен собственно и почему бизнес мне не шел и результаты я не получил когда узнал голове я принял на себя решение что в этой компании я добьюсь успеха и не буду наступать на те грабли которые сделал два года назад вот собственно все как ты стартанул какое количество продукции ты взял я стартанул на бизнес-бакете 314 баллов даже после прослушивания диска у меня даже появились мысли о старте на поглубцы супер мало кто может взять на себя смелость выйти и сказать о своих ошибках мне кажется что это действительно заслуживает заслуживает уважения я хочу вернуться к основам да то о чем говорил вячеслав наш бизнес по сути это три простых вещи пользоваться продукцией посещать все мероприятия и каждый день общаться с новыми людьми очень важно снова если вы каждый день рассказываете презентацию саму соседу дяди ваня 30 раз в месяц то я думаю это не очень хорошо скажется на вашем бизнесе и ну скажем так благодаря вот этим базовым китам трем на этих трех китах строится как раз основные вещи и о старте хочу поговорить немножко потому что это важный момент который как правило мы на презентации когда партнер запускается мы не можем ему донести потому что часто это наши знакомые наши друзья не нас просто не слышат особенно если вы работаете один на один без третьего лица без спонсора итак первая часть такая вот важный правильный старт ну самый простой способ испортить бизнес своему новичку я имею ввиду тех людей которые хотят строить бизнес но стартует на 30 баллов 30 баллов как раз вот минимальный старт вот если такая хорошая картинка почему так но во первых иногда мы думаем что мы такую вот услугу дело да и у меня есть такие люди у меня тоже есть несколько таких вот стартовавших скажите кто одолжил своим партнерам деньги на старт нет таких вот я такой есть но я думаю вы уже осознаете что это было ошибка я тоже осознал это большая ошибка иногда мы выдаем желаемое за действительное и мне человек сказал знаешь у меня сейчас трое детей он там развелся платить элементы у него огромные долги кредиты у меня такая мотивация это делать у меня нет денег даже 450 гривен я ему должен 450 гривен чтобы понимали 400 гривен до сих пор он должен 50 гривен я забрал за билет за один из то же самое бывает такое но на самом деле это был урок для меня я понимаю что следующий раз это делать его вот и все как правило эти люди они они даже не стартуют бизнесе да то есть если вы позволяете своему тем более света ваш друг или знакомый да вы думаете что вы окажете услугу него что семья ему нужны деньги и так далее самом деле вы делаете совсем обратно поэтому если вы хотите правильно запустить своего новичка это ваш друг я рекомендую свяжите его с вашим спонсор ваш спонсор может со стороны эксперта правильно преподнести все моменты ну и коллеги конечно пригласить его на какой-то тренинг у нас есть онлайн тренинги из записи этих тренингов по правильному старту я сейчас делаю так я человеку который готов стартовать я ему скидываю тренинг есть замечательный тренинг многих лидеров и россии и украины как раз поэтому поэтому поводу почему так вот есть такая статистика да за два года российского рынка тех людей которые стартовали на 30 баллов то есть без продукта они выжил бизнесе никто если проанализировать тех людей которые получили автомобили то нет ни одного человека который стартовал то поэтому просто глупо стартовать так и надеяться на бизнес обычно люди просто думают обхитрить систему как тогда там вот они думают сейчас я буду рассказывать своим знакомым что я там стартанул на 3000 гривен у меня там дома куча продукции хотя в принципе ничего нет кроме пробников почему так ну во первых человек не начал пользоваться продуктом да он не получил уверенность продукте да то о чем мы говорили он на и мне чего показать и как правило 452 они не мотивируют то о чем я говорил первой части почему я взял пак 21 да потому что я должен понимать что я не сдамся при ближайших каких-то трудностях а трудности будут однозначно если вы стартанули на 450 гривен услышали 3 нет средняя статистика 3 нет и все человека уже прорубает бизнеса то вы можете уйти но все-таки если вы стартанули с продуктами продукты вас будут держать особенно если вы получите результаты по здоровью тут те которых делились сегодня наши партнеры коллеги вот это очень и очень важно будет уверенность бизнесе и хочу вам привести такие вот примеры одинаковые действия и разный результат например допустим вы стартанули в вашей команде за первый месяц стартануло 100 человек это очень сложно сделать за первый месяц да такой можно сказать идеальный пример давайте посмотрим какой результат допустим если вы стартанули на 30 баллов что это даст 3000 баллов вы даже не стали на автопрограмму ваш доход на этом уровне будет там в зависимости от структуры ну там тысячи полторы тысячи гривен да за первый месяц если вы стартанули хотя бы на 250 баллов я не говорила 320 на 300 как мы стартуем ваш результат 25 тысяч баллов вы лидер организации мы квалифицировались на mercedes вы едете в поездку германию ваш заход на этом уровне больше 3000 долларов как вам разница одни и те же действия вы подключили 100 партнеров в первом случае вы подключились на 30 баллов понятно что все скопируют в основном это работает так 80 процентов людей стартует так же как вы большинство из них задает вопрос вот когда я провожу партнеру своему новичку встречу и речь идет до старта то это человек разворачивается к своему знакомому и говорит а как ты стартовал и это так смешно наблюдать когда человек стартанул ну вот неправильно да и он начинает ну ты понимаешь что мне не было возможности ну надо стартовать на 3000 но тут у меня не было ну как ты стартовал ну вот на 30 баллов у меня есть партнер григорий баширов он знаете что сделал он стартанул в первый свой месяц он стартанул на 4000 гривен то есть ну он осознанно это сделал и 3 400 баллов и 411 это было там три с половиной тысячи гривен где-то и он сделал свою распечатку и он всем навстречу показывал вот я стартанул вот так это мой осознанный выбор я никого не заставляю это я так сделал потому что я понимаю что нужно стартовать правильно он подключил первый месяц 5 человек из них 400 но тоже на 400 но это так работает так копируется но и 5 стартанул на 300 то есть принципе я не говорю что вы стартовали там на 5000 баллов да как хотите есть люди которые стартуют и на 10 но тут надо понимать что вы задаете темп развития своей структуры своей организации поэтому правильный старт это очень важно поверьте важно не только количество баллов да важно наверное ваше отношение к бизнесу это наверно самое важное потому что если вы относитесь бизнесу часто новички так относятся когда мужчины особенно это бизнес жены вот она занимается если вы скажете да это мой бизнес да это серьезно и я хочу этот бизнес строить я его построили зависимости от твоего мнения у меня лично так произошло большинство своих друзей я сказал друзья есть классная возможность я в этом деле разобрался я бы хотел построить этот бизнес с вами потому что вы мне близки да если вы говорите нет я это бизнес любом случае построению независимости от вашего мнения и когда это звучало уверенно с моей стороны да то люди как-то задумались можете что не понимаю может быть стоит прислушаться и через какое-то время многие мои знакомые друзья пришли за мной и я рекомендую стартовать быстро знаете вот иногда некоторые говорят но я как-то потихонечку по чуть-чуть вот сейчас возьму там себе в парфюм а потом через месяц еще там что-то а потом закончится шампунь еще шампунь друзья не работает вот ваш бизнес весь будет вот так вот этот самолет который был вначале но если вот такая не знаю может это легенда но я слышал много раз и в книгах писали о том что самолет когда стартует он на старте 3 тратит 85 процентов энергии чтобы взлететь и вот как раз нашем бизнесе то же самое если вы стартуете быстро ваша структура будет развиваться быстро главное не останавливать если вы остановитесь вам будет еще тяжелее начинать вы знаете как поезд вот есть классный пример когда стоит огромный поезд состав 100 вагонов и трогается первый вагон он трогается последний еще стоит этот уже едет а тот еще стоит за ним трогается следующий 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 и все вы разогнали этот больше всего энергии тратит правда вы лидер вы лидер своего состава но когда уже разогнались мы взяли темп вам уже не нужно тратить много энергии потому что инерция этого поезда огромная и вы ее идете но есть на стоит вам остановиться последний вагон еще едет а вы уже стоите нашем бизнесе то же самое если вы локомотив вы берете и вы идете вы сначала сами потом через у вас появляются партнера если вы наберете обороты вас просто не остановить если такое понятие моментум да когда допустим вы не уверены в продукте вы ну как маленький ребенок на велосипеде этого ребенка вот так поднял заднее колесо все уже никуда не поедет ну а представьте что вы локомотив вас не остановить вы уверены в бизнесе у вас есть продукт у вас уже есть какие-то люди вам рекомендую первых ну первая встреча проводить для сильных людей чтобы вам спонсор провел представьте что вы подпишите какого-то директора там я не знаю начальника года влиятельного бизнесмена как вы потом будете приходить к своим друзьям с каким отношением вы будете преподносить им бизнес я думаю это будет отличное отношение потому что ты скажешь ты знаешь где у вас и на киусе так вот у меня бизнес а ты мне тут рассказываешь ездишь на маршрутке расскажешь это бизнес правда вы согласитесь но конечно нам проще делать наоборот проще сначала прийти к этому парню на маршрутке попытаться ему что-то рассказать он тебя пошлет из-за выражения 2 3 и у тебя уже самооценка на 0 и и тогда ты не придешь дядя вася потому что ты думаешь что если этот не отказал дядя вася вообще в самом деле никто вас не поверится будет нормально поэтому очень важно как раз вот так взять динамику не останавливаться эффективные варианты старта базовый на 3000 гривен да то о чем я говорил и профессиональный на 10000 гривен вот с этим нужно быть осторожным хочу еще раз вам сказать если вы все-таки думаете стартовать вот так вам нужно обязательно на этом диске прослушать тренинг и вам нужно обязательно спланировать работу с вашим спонсором